Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Продав 80 миллионов консолей, Microsoft празднует десятилетие консоли Xbox 360. Но как он все еще держится? В 360 сделано много верных вещей. Это не только те функции, которые для нас стали так привычны сегодня. Например, ачивки, цифровая дистрибуция и добротный мультиплеер. Xbox продвинул индустрию в эру высоких разрешений. У приставки было впечатляющее железо, способное выводить на экран разрешение 1080p. Даже сегодня некоторые другие консоли такого не могут. С добавлением различных приложений Xbox не уступает современным телеприставкам. Можно смотреть YouTube и Netflix, к примеру. Что радует больше всего, это игры. До сих пор выходят добротные новинки, такие как восхождение расхитительницы гробниц. Может, 360 и не способен тягаться с Xbox One и PlayStation 4 в графике. Но учитывая, что у 360 лишь одна шестнадцатая памяти и значительно менее мощная видеокарта, картинка на удивление близка к Next Genу. Некоторые игры, как Metal Gear, играются на меньшей частоте кадров, нежели на Next Genе. Но поражает, на что способна железо, мощность которого даже ниже, чем у некоторых смартфонов. Накопилась огромная библиотека отличных игр за последние десятилетия. Некоторые из них — нетленная классика, как Red Dead Redemption, которая так и не вышла на ПК. Крутые эксклюзивы, как Halo, закрепили успех консоля для Microsoft. А Call of Duty превратился из симулятора Второй мировой в глобальный Juggernaut с выхода Modern Warfare в 2007. Смогла ли Forza заменить Gran Turismo на Xbox 360? Сложно сказать, но она определенно стала отличной игрой. Такие игры, как Battlefield 3, показали, насколько обширны возможности железа Xbox. Также за 10 лет вышли тонны обновлений, включая несколько новых интерфейсов и крутых приложений. Например, Smart Glass, с помощью которого можно управлять консолью со смартфона. Xbox поддерживает обратную совместимость с некоторыми оригинальными играми первого Xbox, например, Halo. В PlayStation 3 это было реализовано только на нескольких ранних моделях. Контроллер с достоинством прошел проверку временем. Он не только до сих пор отлично работает, но и стал стандартным для геймпадов на ПК. Оригинальному 360 не хватало Wi-Fi, а еще у него был странный жесткий диск в верхней части. Но в текущей версии все это поправили, сделав консоль меньше, тише и более надежной. Xbox 360 не был идеальным. Самой большой проблемой у оригинального 360 было красное кольцо смерти, что зачастую означало смерть консоли и, как я выяснил, большие проблемы для владельца по восстановлению. Также консоль была дорогой, 4 сотни баксов в начале продаж в комплекте с внушительным жестким диском на 20 гигабайт. Xbox One стоит начать работу по обратной совместимости. Учитывая, как дешево можно купить 360 с коллекцией крутейших игр всех времен, с консолью тяжело потягаться. Спустя 10 лет этот парень до сих пор очень силен. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, не забываем ставить лайк. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok